Приветствую вас. Я бы сказал, что от обиды избавляться не нужно. Обида это то место, где вы переключаете себя на другого человека, на других людей. Это то место, где вы перекладываете ответственность с себя на других людей. Это то место, где вы по какой-то некоторой причине игнорируете себя, игнорируете свои переживания, свои собственные чувства. Вы не берете жизнь в свои руки. Не берете контроль, власть над своей жизнью в свои руки. Вследствие чего получается, что вы зависите в прямом смысле от людей, которые вас закручивают. То есть, ну, например, вот, вы зависите от родственников. Вот. Это может быть, как, вариант, история про личные границы, где вы их слишком близко. Попускаете к себе людей, где вы слишком сильно погружаетесь в них, в них слишком близко. Взаимодействуете с ними. Вот. И они через щур сильно на вас влияют. Таким образом. Таким образом. Именно, вот, благодаря тому, что вы слишком близко с ними взаимодействуете. Вот. То есть, ну, они имеют серьезное влияние на вас, например. Вот. Вот. Соответственно, тот, на мой взгляд, достаточно важный момент, на который вам стоит обратить свое внимание. Соответственно, если данный аспект откорректировать, вот, если данный аспект как-то вот разобрать, рассмотреть, то вам станет легче, вам станет лучше, вам станет комфортнее, удобнее. Вот. Но вы будете более самостоятельно тоже. Вот. Обида – это чувство беспомощного человека. Человека, который не слишком-то управляет своей жизнью, не слишком ей владеет. И обида – это то чувство, когда вы находитесь во власти своих ожиданий от других людей. Вот. Но при этом достаточно сильно игнорируете себя, свою непосредственно психологическую жизнь, свое непосредственно психологическое состояние. Вот. И, соответственно, нужно эти моменты корректировать. Почему не нужно обижаться? Почему не нужно избавляться от обид? Здесь в какой-то степени все просто. Дело в том, что то, что вы чувствуете обиду сейчас – это те места, вот, важные места на самом деле, где вы себя игнорируете. Вот. Где вы не позволяете себе проявляться. Где вы переключаетесь и живете жизнью от других. Например, ваших родных. Ну, вот почему-то так получилось, почему-то так вышло, что они для вас как-то вот важнее, чем вы сами. Вот. Они для вас как-то вот несколько более цен, ценнее. Вот. Ценнее, чем вы. Да. Вот. Вот. Такой здесь есть момент. Поэтому какого-то уникального, универсального способа избавиться от обид нет и быть не может, в принципе. Потому что, ну, вы говорите про себя, про значимые вещи свои и, соответственно, очень важно, чтобы именно эти вещи, которые вам важны, чтобы они разбирались. Чтобы они осознавались, чтобы они проживались, чтобы они воспринимались с вами как ваша жизнь, а не жизнь других людей. Вот. Ну и личные границы. Вопрос личных границ. Проблематика личных границ. Так же прорабатывается в контексте непосредственно без сферы. Что-то вот не так. Работает, да, что есть какой-то уникальный, универсальный ключ к решению проблем. Ну, я имею ввиду, универсальный способ решения трудностей. Вот. То есть, иными словами, как это должно работать? По-вашему, что вы считаете, что уже есть какой-то способ, как можно вам избавиться от обид. А что вы будете делать? Ну, то есть, вот. Если вы избавитесь от обид, что вы будете делать? Собственно говоря. Как? Как вы будете тогда чувствовать? То, что вам ценно, то, что вам важно. Мне кажется, это серьезное такое проявление невнимательности к себе. Вот. И если вам, например, не нравится, допустим, что ваши родные, к примеру, вас обесценивают, то я боюсь, что это сам проекция, то есть, перенос, то есть, присваивание, обесценивание себя самой вам. И как это не парадоксально, может быть, звучит, но именно то, что вы считаете, что есть какое-то уникальное средство для того, чтобы избавиться от обид, например. Да. Ну, наглядно об этом говорит. Ну, вот. Наглядно об этом свидетельствует. Я думаю, вот. Такое мое видение. Как вам действовать дальше, попробуйте решить самостоятельно. Вот. То есть, я бы рекомендовал, конечно, психотерапию, но тут уже решать исключительно вам. Если вы живете вместе с родственниками, соответственно, рекомендоваться будет, скорее всего, сепарация. Как правило, рекомендуется здесь. Вот. И не всегда сепарация является физической. Вот. То есть, частенько сепарация может быть и психологической. Вот. Иногда это называют подушкой, подушкой безопасности. Вот. Какой-то такой ответ я хотел бы и мог бы вам дать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.